здравствуйте дорогие друзья опять мы с вами находимся на сайте алиэкспресс сегодня будет обзорчик на кирпич puer кирпич минхайского пуэрного завода 75 62 значит стоит он в районе 700 рублей значит если вот сделать тут запрос тут где-то 600 где-то 700 вот в такому вот оформлении в бамбуковом листе обернутый значит ну в долларах сша это примерно 9 плюс-минус американских долларов вот этот чай друзья мои купила себе давным-давно вот и лежал он у меня в запасниках не вызывая как бы особого интереса ну как бы цена до небольшая плюс к тому я почитал что гамма как бы аромата вкусов у этого чая она преимущественно такая древесно-ореховая что мне не особо нравится я предпочитаю значит такие цветочно-фруктовые пуэры а этот пуэр я покупал еще на заре своего увлечения китайским чаем я тогда купал пока скупал все на свете вот ну и как бы вот сейчас просто в пути находится посылочка с более интересным чаем до сегодня ее принесут но пока ее значит распакую сделаю обзор значит решил и про этот чай выпустить значит небольшой ролик и так значит стоит он где-то в районе 9 долларов вот есть еще такой вариант в картонной такой упаковке который как бы считается премиум класса на премию кирпич это тот же самый минхайский пуэрный завод видите минхай это тоже минхай я вам сейчас покажу картиночку значит вот как бы расшифровка первые две цифры в названии это вот когда был придуман третья цифра сырье последняя соответствует минхайскому пуэрному завода там в юнане 9 топовых заводов двойка соответствует минхаю и почему как бы такая разница да то есть одна и та же рецептура один и тот же сорт чая один и тот же завод но разница в три раза больше я вам знаете хочу сказать какую причину вот это мое личное мнение то что пуэр изготавливается очень длительный срок то есть это многолетняя ферментация и никто толком не знает что там выйдет в конце концов и после того как значит он выдерживается много лет вот эксперты китайские пробуют партии и те значит которые признают более удачными упаковывают как премиум да те которые менее удачные для народа так сказать вот в такую вот бамбуковую значит упаковочку и продают соответственно раза в три дешевле но это мое личное мнение тут вот есть один товарищ сейчас я вам покажу вот блок майску точка ру значит он делает обзор на как бы такой премиум класса пуэр до 75 62 и вот он тут жалуется на то что раз он купил в бамбуковой обертке никакого отношения к минхай скому кирпичу продукт не имеет но он не прав я вам хочу сказать это тоже мэн хай просто просто как сказать ну более так сказать низкого сорта что ли ну который процессе ферментации показался сомелье менее высокого качества ну вот он пишет запах древесные ореха вылив послевкусие немножко горчинки есть качественный многогранный вот так что я с этим товарищем категорически не согласен кстати вот еще по поводу названия значит он называет его джиндянь то есть классика так вот такой же чай можно и в российском магазине купить тоже его называют джиндянь а есть еще третье название да кстати видите еще упаковка какая вообще третий вариант но тоже видимо премиум качество значит его называют чаджуань 75 62 вот а знаете какое на самом деле у него название я перевел с упаковки называется он да и джиндянь вот это вот ближе как раз к тому что говорит дедушка фу даджуань или да и джиндянь 75 62 вот это вот то что я перевел лично по поводу названия хотел еще уточнить такую вещь значит порылся я в google переводчики и в конце концов значит нашел что что это вообще означает чаджуань да и джиндянь вот короче говоря с китайского это переводится всего лишь как кирпич вот короче говоря никакого отношения к названию чая эти иероглифы не имеют ни джиндянь да то есть классика не джуан то есть кирпич то есть все эти иероглифы говорят а только о том что это классический пуэр сделанный форме кирпича вот а название у него 75 62 первые две цифры обозначают год значит третья цифра шестерка обозначает размер чайного листа и двойка обозначает что произведен он на минхайском заводе вот как бы все что я хочу рассказать по поводу название этого чая да расскажу вам то что написано было на этикетке тут в начале когда этот чай распаковывал там была такая этикеточка к нему значит приклеенные и в общем написано что произведен он в апреле 2013 причем использована сырье 2008 года то есть на момент съемки данному кирпичику 13 лет указано также место происхождения сырья это провинция юнань уезд юнде город линцан ну что могу сказать сухом виде аромат такой приятный у этого чая шу-пуэрный и мягкий ну если судить по его выдержке это и не удивительно что мягкий аромат в сухом виде как ни странно преобладают нотки какао сухофруктов и чернослива они древесно-ореховый чего я как бы от этого чая не ожидал то есть ожидал больше такого древесно-орехового аромата ну как бы в сухом виде больше пахнет сухофруктами значит визуально чайных почек в сырье не очень много то есть в основном преобладают довольно таки крупные листья сейчас я вам еще раз его покажу как он выглядит значит кирпич очень плотный расщепить его получилось мне только сбоку сверху его как я пытался не пытался его пробить при всем желании не получилось то есть ну по виду и на ощупь ставят старый действительно очень старый чай 13 лет ему точно есть значит по поводу вкуса и аромата значит первый пролив первое что чувствуется при соприкосновении этого чая с кипятком это вполне себе ожидаемый древесно-ореховый аромат вкус как бы полностью соответствует такому аромату также чувствуется немножко такой древесно-ореховый горчинки вот во вкусе абсолютно доминирует орех дерево ну как еще это не удивительно немного чувствуется чернослива чего я совсем уж тут не ожидал встретить и как бы ни в одном обзоре про этот чай я такое не встречал что есть там какие-то нотки чернослива но как бы они есть видишь суслика нет и я не вижу а он есть то есть практически очень слабо это чувствуется конечно но чувствуется значит вкус чая очень мягкий что характерно для старых выдержанных поэров в большей степени как бы на себя обращает именно такая мягкость они общая такая гамма вкуса то есть вот старость такая выдержанность и ты и есть главная фишка этого чая главный его плюс ну и как бы уже по первому проливу я смог такой небольшой вывод для себя сделать что чай меня этот очень даже удивил я ожидал за такую цену гораздо более низкого качества поэр но оказался вполне себе годный чай безусловно как бы сразу уже даже на первом проливе чувствуется что чай этот такой дешевый очень простой не глубокий вкус древесно-ореховые с небольшой горчинкой вот но в целом такая общая гамма вкусов вполне приятно здесь нет каких-то посторонних там неприятных запахов как иногда люди жалуются там на рыбу или портянки нет здесь такого нет то есть технологии изготовления хранения соблюдены идеально поэтому такое впечатление у меня возникает вполне годного шу пуэра который приятно пить и у которого такое древесно-ореховое послевкусие далее но вы видите на втором проливе он моментально переходит в нефть значит но я не буду подробно рассказывать как за каждый пролив я значит об этом напишу статью своей группы в к выложу значит расскажу как бы резюме до итог значит чем меня удивил как я уже говорил что ожидал за такую цену гораздо более низкого качества но мэнхай как бы держит марку даже на уцененный чай и поэтому я не думал что скажу такое но друзья мои я вполне рекомендую этот чай для покупки это хороший вкусный пуэр вот если вам нравится древесно-ореховые пуэры можете брать значит чай бодрит веселит значит имеет приятные мягкие древесно-ореховый вкус слабое слабое ореховое послевкусие вот это в целом хороший чай но с небольшим дефектом поэтому собственно так и дешево вот прежде чем сделать на него обзор я его заваривал несколько раз чтобы прочувствовать найти минусы и как мне кажется все таки я нашел объяснение его низкой цене главный его такой косяк недостаток объясняющий низкую цену заключается в том что он слегка горчит вот такая легкая горчинка она чувствуется на каждом проливе и на послевкусие и в этом как мне кажется заключается главный его недостаток поэтому его и продают в три раза дешевле чем 75 62 в премиум качестве в идеале конечно было бы сравнить эти два пуэра в бамбуке и в картоне до чем они отличаются но за неимением премиума остается довольствоваться этим в целом же такая вот горчинка она не особо портит общее позитивное впечатление в какой-то степени она даже гармонирует с древесно-ореховым вкусом чем-то напоминая такой привкус ореховых перегородок вот но мне горчинка не понравилась поэтому я это считаю однозначным минусом вот но как бы за такие деньги вы вряд ли что-то найдете равноценное по качеству на алиэкспресс так что вывод можно сделать такой поэр 75 62 в бамбуке за 9 долларов это вполне себе годный такой народный поэр с небольшим дефектом в виде такой легкой горчинки который вполне можно брать в особенности если денег нет а праздника хочется вот как такой неплохой бюджетный вариант вполне сойдет вот как бы такое у меня мнение об этом чая ставьте лайки если видео понравилось подписывайтесь на канал будет еще много интересных обзоров ну более подробный обзор я опубликую виде статьи своей группе вконтакте подписывайтесь кто не подписан всем буду рад в общем спасибо всем за просмотр всем пока ссылочка где в описании